Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в секрет Генри. Я просыпаюсь. Ночь была коротка, но сна больше нет. Сегодня уже седьмой день с тех пор, как Лайла обо всем узнала. Уже седьмой день ежедневных мучений. Может, все еще обижается на меня? О чем она думает? Простила ли она меня? Готова ли перевернуть эту страницу? Сегодня вечером у меня будет последний шанс наладить отношения, и я не должен его упустить. Я с трудом встаю с кровати и спускаюсь в гостиную. Уже на ногах? Ты ведь знаешь, что тебе надо отдохнуть перед сегодняшним вечером. Но ты ведь тоже знаешь, что я не смогу больше спать. Да, могу себе представить. Отец подходит ко мне и кладет руку на мое плечо. Он пытается меня поддержать. Хорошо, что ты дал ей время на размышления, чтобы она смогла переварить все это. Ей, конечно, еще нужно простить большую глупость, которую ты совершил в тот день. Ну что ж, я настроен позитивно. Отец думал, что я открою всю правду Лайли вечером после моего приватного концерта. Я заранее попросил всю свою команду и операторов оставить нас одних. Но когда я оказался перед ней, меня охватила паника и воспоминания о Мелани. Я хотел быть уверенным, что Лайла будет любить меня таким, какой я есть. Каким же я был идиотом? Настоящим идиотом. Конечно, она любит меня таким, какой я есть. Зачем было в этом сомневаться? Все парни у ее ног, а она выбрала очкарика Гика, отличника, за которого она еще и постоянно заступается. Я обхватываю голову руками. Эй, сынок, перестань себя мучить. Ну да. Все готово для сегодняшнего вечера? Да, готово как никогда. Она не сможет долго устоять перед моим сыном. Ему удается заставить меня улыбнуться, но улыбка быстро исчезает. Чувствую, что глаза снова начинают щипать. Несмотря на то, что я восстановил силы и моральный дух во время концертов, сейчас я снова в таком же состоянии, как и в вечер нашей ссоры. Я всю ночь тогда просидел на кровати и плакал, повторяя, что я все испортил. Давно уже ничто не вызывало у меня столько слез, даже когда я вынужден был порвать с Мелани. С Лайлой все настолько по-другому. Мне страшно. Мне страшно при мысли, что она может оттолкнуть меня еще раз, и все из-за того, кто я на самом деле. Хотя я всегда был честен с ней, только моя внешность не совсем отражала мою суть. Но услышать, что она любит именно этого Генри, заставляет все во мне переворачиваться. Осознание того, что она любит меня, делает меня счастливым. Но эта радость быстро пропадает при воспоминании о том, как она оттолкнула меня. Черт возьми, все должно было пройти совсем по-другому. Я отлично знал, что у меня не хватит духу во всем ей признаться при ее первой встрече с Джеем. Я все планировал сделать на следующий день. Я бы справился. Тот вечер должен был стать просто волшебным. Я бы признался, что я Джей. Я бы, наконец, признался ей в любви. И мы бы провели нашу первую настоящую ночь вместе в том гостиничном номере. Знаю, что вещи редко происходят так, как мы планируем. Но в этот раз я действительно облажался. Генри, мне еще многое осталось сделать до вечера. Сможешь что-нибудь быстренько купить поесть на обед? Да. Я принимаю душ, переодеваюсь, выхожу и иду к своей машине. Свежий воздух и прогулка в одиночестве идут мне на пользу. Последние семь дней я круглосуточно нахожусь с членами моей команды. Ритм не дает расслабиться. Три города за шесть дней. Мне очень пошло на пользу оказаться сегодня ночью, хоть и ненадолго, в собственной постели. Я иду по центру города в поисках места, где я мог бы быстренько что-нибудь заказать на обед. Алло. Генри, это Клеман. Привет, Клеман. Как ты сегодня себя чувствуешь? Нервничаю. Должен с ней встретиться после концерта, но не уверен, что все будет хорошо. Как у нее дела? Думаю, что гораздо лучше. Последние новости такие. Жасмин сказала мне, что она еще немного злится, но это уже постепенно проходит. Как мне ее не хватает? Тогда вы оба с ней на одной волне. Ха-ха-ха. Потому что ей тоже очень тебя не хватает. Ты уверен в этом? Ну, конечно. Она сама это говорит. Еще раз. Спасибо, что позаботился о ней. И прости меня за все это. Чувак, хватит уже так горевать. Знаю. Потерпи еще немного. С каждым днем она все больше успокаивается. Да. Все-таки здорово, что ты держишь меня в курсе. Спасибо. Эй, я же тебе звоню еще и за тем, чтобы узнать, как дела у тебя. Ты же мне такой же друг, как и Лайла. Я улыбаюсь. У меня просто золотые друзья. Спасибо, Клемон. Девчонки сегодня днем будут вместе, чтобы приготовиться к концерту размалеванного клоуна. Интересно, как Клемон отреагирует, когда узнает, что я и есть тот самый размалеванный клоун. Но немного подвигаться ей пойдет на пользу. Жасмин ждет этого концерта уже несколько месяцев. А хорошее настроение заразно. Надеюсь на это. Я даже боюсь предположить, в каком состоянии у Лайлы нервы. До вечера протянешь. Выбора у меня нет. Вдруг я резко останавливаюсь. Неподалеку стоит Алекс и смотрит на меня. Эээ, Клемон, я вынужден с тобой попрощаться. Окей, до скорого, чувак. Я опускаю телефон в то время, как брат Лайлы подходит ко мне. Я пытаюсь узнать последние новости о Лайле. Это был Клемон. Я киваю, а оставаюсь на стороже. Его забавляет страх в моих глазах. Не переживай, бить морду я тебе не буду. Как благородно с твоей стороны. Он усаживается на скамейку в нескольких шагах от меня и взглядом приглашает последовать его примеру. Тогда я тоже сажусь. Жасмин сказала мне, что они с Клемоном поддерживают с тобой связь. Да, они стараются держать меня в курсе по поводу Лайлы. И хорошо, что это так, потому что иначе я бы сошел с ума. То есть мне не придется тебе в деталях рассказывать, насколько ей было плохо? Нет, думаю, что я это уже прекрасно понял. Я тоже понял, что то, что между вами произошло, касается только вас. Так что не буду задавать лишних вопросов. Но если я узнаю, что произошло что-то действительно мутное, будь уверен, я сделаю так, чтобы ты к ней больше никогда не смог подойти. Что она тебе сказала по этому поводу? Только то, что вы поругались. Она очень преуменьшила важность ссоры. Я опускаю голову от стыда. Ну да, судя по твоей физиономии, тебе гордиться нечем. Мне действительно нечем гордиться. Я очень рад, что ты так терзаешься. Мне даже не нужно для этого прилагать никаких усилий. Я не отвечаю. Кстати, недавно я застал Лайлу за разговором с одной девушкой. Она сказала мне, что это была твоя бывшая. Я резко поворачиваюсь к нему с широко раскрытыми глазами. Мелани? Понятия не имею. Она не сказала, как ее зовут. Красивая брюнетка невысокого роста с голубыми глазами. Да, это точно она. И ты знаешь, о чем они говорили? Нет, но, похоже, твоя бывшая довольно долго говорила с моей сестрой. И даже ее успокаивала. Это была довольно сюрреалистическая ситуация. Что же Мелани могла рассказать Лайле? Он встает. Хоть ты этого и не заслуживаешь, но поскольку мне тебя жаль, я все-таки тебе скажу. Кажется, что со вчерашнего дня моей сестре стало по-настоящему лучше. Думаю, что она надеется с тобой помириться. Похоже, что она простила тебе то, что ты сделал. Я смотрю на него. Так благодарен я ему еще никогда не был. Спасибо тебе, Алекс. Серьезно. Ну да, ладно, я отчаливаю. Удачи тебе. И он уходит. Никогда бы не подумал, что все этим закончится. Заметив, что Алекс приближается ко мне, я думал, что он мне врежет. Но он просто очень переживает за сестру. Он наконец-то понял, что вести себя разумно все-таки лучше. Чувствую, что снова оживаю. Эта информация заряжает меня новой энергией на сегодняшний вечер. Жасмин очень суетится и бегает по всему дому. Она ждет, не дождется, когда увидит Джея на сцене через несколько часов. Судя по видеороликам, которые я посмотрела, она знает свою работу. И сегодня будет настоящее шоу. К тому же, я даже забыла спросить у подруги, как прошла ее встреча с Джеем. Пока я оплакивала свою несчастную судьбу, у моей лучшей подруги была встреча ее жизни. С моим парнем, если уж быть точной. Жасмин? Что? Я тебя так и не спросила, как прошла твоя встреча с Джеем. Извини меня. Она подходит ко мне и улыбается. Не переживай. Я подумала, что расскажу тебе об этом в более подходящий момент. По-моему, сейчас я уже в совершенно нормальном состоянии, чтобы тебя выслушать. Мне гораздо лучше, и теперь я хочу услышать красивую историю твоей встречи. Она не заставляет тебя упрашивать и бросается на кровать, на которой я сижу. Ооо, если бы ты только знала. Это было потрясающе. Я смеюсь. Он был таким милым, таким учтивым. Сначала я не знала, что сказать. Меня как будто парализовало. Жасмин не меняется. Но увидев, что я в замешательстве, он сделал все, чтобы снять напряжение. Мы разговаривали больше трех минут. Он меня даже рассмешил. Он был таким очаровательным. Вдруг меня охватывает страх. Ты... Ты случайно не влюбилась в него, а? Лайла, за кого ты меня принимаешь? Ну, у тебя такой радостный вид, что... Конечно, у меня радостный вид. Я же так долго от него фанатею. Он звезда. Он для меня недосягаем. И потом я не могу влюбиться в человека после пятиминутного с ним разговора. Джей очень красив и сексуален. Он классно поет, и я обожаю его. Но... Но... Он не... Что? Он не что? Она вдруг чувствует себя не в своей тарелке. Он не... Мой тип мужчины. О, нет! Расскажи это кому-нибудь другому. Что? Ну что? Это единственная твоя отговорка? Ты ведь можешь теперь мне все рассказать? Весь год ты выпытывала у меня новости по поводу Генри. В то время, как я должна была держать при себе свои комментарии по поводу Клемона. Но с тех пор, как я застукала вас спящими в объятиях друг друга, позволь мне задать тебе, наконец, несколько вопросов. Она сначала пытается изобразить удивление, но потом сдается. А... Ну что ж... Она опускает глаза и долго рассматривает свои ноги. Для начала, ты же подтверждаешь, что влюблена в Клемона. Она вздыхает. Да... Победа! Наконец-то! Прошло четыре года, а ты только сейчас в этом признаешься. Лайла! Да... Что? Это... Это не так просто. А что? Думаешь, для меня это было просто? Посмотри, какую ужасную неделю я пережила. Даже сегодня я пока не знаю, как будут развиваться наши с ним отношения. Да... Знаю, ссылаться на свою депрессию с целью разговорить ее, это нечестно. Но пусть мое положение принесет хотя бы чуточку пользы. У меня нет ни твоей харизмы, ни твоей искренности. Я не умею проговаривать некоторые вещи, как ты. У меня никогда не хватит духу в чем-то признаться Клемону. Я никогда не смогу сделать первый шаг. Тогда вам придется очень сложно. Но смотри, он же обнимал тебя весь вечер тогда у тебя. Да... Эй! Но ты же спала! Да, но я проснулась на несколько секунд в самый пикантный момент. Джасмин, Клемон сходит по тебе с ума. Это же так бросается в глаза. Если Клемон узнает о том, что я говорю, он убьет меня? Может быть... Не знаю. У меня такое чувство, что мы только и делаем, что ругаемся. И он видит во мне лишь хорошую подругу. Да, но милым ругаться только тешится. Знаешь, я серьезно не хочу рисковать и потерять его потом как друга. Я уже это поняла. Ну, а ты как? Ловко она меняет тему разговора. Как ты сегодня себя чувствуешь? Как я уже сказала, гораздо лучше. Я много думала обо всем, но в конце концов, мне его очень не хватает. И я люблю его больше всего на свете. Я готова все ему простить. И жду не дождусь, когда мы с ним сможем поговорить. Если он согласится, конечно. Он не должен отказаться. Да, но все возможно. Он слишком тебя для этого любит. Надеюсь, что ты права. Заметив, как меня охватывает грусть, она встает. Ну ладно. Что же мне сегодня надеть? Я уже несколько месяцев жду этого момента. Мы пойдем на одно из самых лучших его шоу. Вот увидишь. Оно произведет на тебя сильное впечатление. Даже не сомневаюсь. О да, если бы только она знала. Я увижу его уже через несколько часов. Мне страшно. Все, ребят, большое вам спасибо за просмотр. На этом моменте мы с вами прерываемся. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok